всем привет сегодня 25 августа и мы решили пока нет детей провести романтический вечер вдвоем с супругой на кладбище на кладбище и мы пришли на новодевичье кладбище где решили что сделать взять экскурсию и походить с экскурсоводом чтобы нам рассказали разные байки истории показали самое интересное захоронение ну а мы теперь покажем все это вам елена образцова чего себе лев дуро лев дуро лев дуро между прочим самый высокий памятник идея этого памятника по части прониклижается очень альпиатура в икатерине игра вот неизменная временующая роль оставалась он дом кихота поэтому здесь вот изображен в костюме это зеленый гранит Гранит такой зелёный? Да, это зелёный гранит, редкий материал, вообще в России, по-моему, он даже не выйдется, а вот как-то из-за границы провозили, в Бразилии, по-моему, из Финляндии, в Китая, вот, по-моему, в Китае. Ну, короче, из-за границы точно. Вот именно зелёный цвет, это был выбор, думаю, слова вдовы Олега Табакова, Марины Зунина, именно, чтобы подчеркнуть такой жизнелюбивый, жизнерадостный характер Олега Табакова. И вот, видите, ещё такой вот инкрустирован крест из зелёного стекла. Субтитры создавал DimaTorzok Интересно, но совсем по-другому образец использования стекла в памятнике. А теперь давайте зайдём, только нужно издалека смотреть. Интересно. 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 Памятник работы скульптора Александра Рукавишникова. Он же, кстати, делал вот эту бережку. Вот он сидит на плаще, на арене цирка. В костюме клоуна, обратите внимание, по узбежу Башмака. Конечно, в первую очередь в артистном цирке. 50 лет своей жизни он посвятил именно цирку, который сегодня носит его имя. И здесь вот еще, видите, изображен клоусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Известный хореограф, танцовщик, основатель, руководитель ансамбля танцев на годах мира. Тоже, кстати, это работа Александра Рукавишникова. Субтитры сделал DimaTorzok Данила Монастырь 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 его тело перевезли причем специально для этого арендовали вагон для перевозки устриц потому что не ну это было лето вот жарко июль а ну это же начало 20 века сами понимаете всеми с наш морозильниками не было вот да чтобы тело не испортилось в москве встречает на вокзале огромная толпа людей торжественно прям вот на руках груб с телом чехова переносят сначала в театр мхат где была устроена церемония прощания с ним и уже с театром мхат прямо в новодевичьем монастырь отбивали в новодевичьем монастыре похоронили там же на территории не здесь на территории новодевичьего вот этого некрополя внутри монастырских стен почему там уже до этого был похоронен он умер за 6 лет сына то есть чехова рядом с отцом похоронили почему здесь они опять же начало 30-х годов активное разрушение монастырских некрополей что очень даже коснулась новодевичьего некрополя там серьезно очень разрушили много всего и вот значит вдова чехова ольга леонардовна книгер видя что такое дело решает перенести останки мужа сюда на действующую комнату что и собственно было сделано и гроб с останками перенесли памятник обратим кстати внимание отдельное на память тут вы вообще вы наверное обратили внимание все вот очень стильно выполнено все в одном стиле а именно в стиле модерн это был самый популярный стиль на стеке 19 и 20 веков знаменитый живописец пейзажист как видите он не дожил даже до своего сорокалетия но у него было слабое сердце вот оневризм это он скончался и дожил до 40 лет сейчас мы идем к могиле константина сергеевича станиславского вот она видите мхатовская чайка и под ним увидели константин сергеевича станиславский здесь же похоронили члены восемьдесят мари это актриса мхата лирина это ее сценический псевдоним и их дети игорь и кира алексей знаете да почему дети это если что родные о городоначальник алексеев который был убит у себя в кабинете это же его родственники дело в том что станиславский принадлежал вообще кучу неизвестному купече санула алексееву тогда он легся театром в особенности сам начал играть значит чехов и гоголь и вот они видите как рядом здесь получат гоголь чехов и булгак но в особенности гоголь конечно был прямо ну как бы сказать вам он был просто ну вот ориентиры то есть он его считал своим литературным учителем он всегда как-то 10 лет вот в отличие от левитана у которого не было семьи и детей у серого была очень даже многодетная семья и вот он умер осталось ну то то есть там шестеро детей у него было просто сомневшим было шестеро минимум они еще были несовершеннолетние конечно очень работала она над этим памятником 7 лет выточены из цельного куска мрамы и здесь рядом есть еще одна работа власти владимира леонидовича дуброва да и здесь вот видите он изображен в костюме клоуна и силача именно в таком клоуна собственно говоря начинал свою цирковую карьеру а уже потом занялся также и десерой кожевым и здесь еще видите вот у него на плече обезьянка сидит действительно бладкая обезьяна я звали Нюша всю свою жизнь и прожила в Семидурово а вот вот и мои курские вот видите как очень впечатляющий памятник конечно у этих и там сигареты зажигалка тоже видимо тут какие-то свои уже ритуалы какого сотка да и вот здесь то есть да получается братья Танцякова и все они покорены но это тоже перенесенные захоронения изначально значит они были все похоронены на том же самом Даниловском кладбище где и Гоголь а сюда уже вот в советское время перенесли выполним памятник значит в основе мы видим куб куб это символ личности поэтому на кладбище довольно часто нужно видеть именно эту форму значит видите на кубе сверху висит короткое траурное покрывало и пронзает этот куб черная стрела видите она обломана то есть это не случайно это не какая-то ну там не знаю поломка и так далее это именно идея этого памятника вот эта обломанная стрела она символизирует рану перерывавшуюся жизнь ведь Шукшин умер всего ему было 45 лет вот здесь да то вы увидите что еще эти эффекты имеют смотрите ну может туда ближе не знаю не знаю не знаю а а а а а а а у у Олег Кома. И выполнен памятник на основе даже изображений этой замученной девушки. Обратите внимание, ноги связаны, видите, то есть она уже... А изначально, да, Зоя это была в селе Петрищево, получается, по-моему, а сюда уже переносли в 42-м году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вижу Шаляпина Федора Ивановича. Да, да. Федор Иванович. Мимо не пройдем точно Шаляпина, тут вообще такой великолепный барин в Альяжне, как же мимо и пройдешь? Кстати, вот видите, очень похоже на портрет Шаляпина работы Коровина. Да, да. С него-то, в общем-то, стук рыдей. Коровина, да. И, между прочим, этот памятник вообще не предназначался для кладбища. Он предназначался для фойе большого театра вообще. Да. Ну, просто решили не ставить... Вы же, наверное, знаете эту историю с большим театром. С переносом тела. То есть они вот как поженились, всю жизнь вместе прожили, прекрасно прожили. То есть он называется «Умер он почти в 11 дней». То есть он умер, и она умерла буквально через 10-11 дней. То есть она очень, ну, конечно, профессиональная. Вот очень интересная памятник очень. То есть вот началька, то есть мы уже принимаем, да, что было в Мхате. Вот самое, так сказать, большое изображение, да, это дама с собачкой. Почему? Потому что именно, собственно, с этой кинокартины начинается профессиональная карьера и садина. Понимаете? Ну, вы помните, да, вот эта интонация, голос вот этот, да. Вот она как раз, вот, собственно, эту интонацию позаимствовала у своей подруги Беллы Ахмадулиной. То есть, ну, как бы, она ее таким образом не заблуждала, копировала этот голос, вот эту интонацию. Рядом похоронили, да? Рядом они, ну да, но они вообще-то и дружили всю жизнь. Рядом покинали. Радом похоронили, да? Рядом похоронили, да? Рядом похоронили, да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Дай бог ей здоровье пожить ДимаTorzok 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 ДимаTorzok